Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок физики для 7 класса. И тема нашего урока – количество теплоты, теплоемкость или удельная теплоемкость. На прошлом уроке мы с вами прошли, что такое теплопередача или же передача тепла. Изучили с вами три вида, но если мы передаем энергию, то нужно ее каким-то образом измерить. Итак, количество теплоты – это энергия, которую тело получает или теряет при теплопередаче. Условное обозначение – это новой физической величины Q, единица измерения джоул. Хотя первая единица измерения для передачи тепла была калория. Сейчас эта единица измерения сохранилась для измерения энергетической ценности продуктов. Калория – знакомая для вас единица измерения. От чего же зависит количество теплоты? Итак, количество теплоты зависит от того, какова масса тела, которую вы нагреваете. Если взять, к примеру, 1 литр воды в вашем чайнике или же 50 литров в вашем бойлере, на нагревание какого количества жидкости уйдет больше количества теплоты? Конечно же, в бойлере. Если вы нагреваете на 20 градусов или же на 40 градусов, в каком случае вы затратите больше энергии? Конечно же, если интервал температур выше. Поэтому количество теплоты зависит от разности температур. И последнее. Мы нагреваем воду или же масло. При передаче одинакового количества теплоты масло будет нагреваться быстрее. То есть количество теплоты зависит от рода вещества. И все эти величины отражаются в формуле для количества теплоты. Q равно CM дельта Т или же СМ Т2 минус Т1. Где М – это масса, измеряется в килограммах. Т1 и Т2 – это начальные и конечные температуры, измеряются в градусах Цельсия. И С – это удельная теплоемкость вещества. Единицы измерения джоуль, деленная на килограмм градус Цельсия. Что такое удельная теплоемкость вещества? Она показывает, какое количество теплоты нужно передать одному килограмму вещества, чтобы нагреть его на 1 градус Цельсия. Итак, удельная теплоемкость вещества для различных веществ уже определена и сведена в таблице. Так, допустим, удельная теплоемкость золота 130 джоуль, деленная на килограмм градус. Это значит, чтобы нагреть 1 килограмм золота на 1 градус по Цельсию, нам нужно затратить 130 джоулей энергии. Или, к примеру, смотрим, лед – удельная теплоемкость 2100, вода – удельная теплоемкость 4200. При том, что это одно и то же вещество в разных агрегатных состояниях, количество теплоты для нагревания на 1 градус Цельсия у них отличается. Эту таблицу вы можете найти в интернете и использовать для расчета задач. Итак, знание формулы для количества теплоты помогает нам решить огромное множество задач. Допустим, на нахождение массы при теплообмене веществ, на нахождение удельной теплоемкости или же разности температур. Также эту формулу вы можете использовать для выполнения лабораторной работы, которая представлена в нашем с вами учебнике на странице 139, экспериментальное задание 31.1. Называется «Изучение явления теплообмена». Цель этой работы – рассчитать температуру смеси холодной воды массой М1 с начальной температурой Т1 и горячей водой массой М2 с начальной температурой Т2 и проверить результаты расчета экспериментально. Для этого нам нужно иметь измерительный цилиндр или же измерительный стакан, стакан с холодной водой и стакан с горячей водой. Также основной наш измерительный прибор – это термометр. В чем состоит работа? Вы отмеряете 100 грамм холодной воды, определяете ее температуру, отмеряете 50 грамм горячей воды, опять же измеряете температуру, дальше смешиваете две жидкости и определяете температуру смеси. Результаты вашего измерения вы заносите в таблицу, которая тоже представлена в учебнике. И та ваша температура, которую вы измерите – это экспериментальная температура. Та же температура, которую вы рассчитываете, оказывается несколько другого значения. Как же объяснить, почему температура расчетная или теоретическая отличается от экспериментальной? Возможно, эта потеря тепла связана с тем, что воду вы наливали горячую в холодную, при этом часть энергии идет на нагревание стакана, или же часть энергии идет на нагревание окружающей среды. Это и будет выводом вашего экспериментального задания. Итак, домашнее задание. По нашему учебнику физика 7 Кабардин, параграф 31, страница 139 вам предложен пример разобранной задачи 31.1, и вы можете выполнить экспериментальное задание в виде лабораторной работы, которую вы сейчас прослушали. Спасибо за урок, до свидания. Уважаемый жираф, это в Африке жара, а у нас, как из ведра, льют дожди в разгаре лета. Что вы скажете на это? Если льет, как из ведра, значит в облаке дыра. Вы видите выделенное слово, льет, как из ведра. Как такие фразы называются в русском языке? Правильно, фразия аллогизмы. В английском языке тоже существуют такие слова. Pay your attention to the picture. It's raining cats and dogs. Is the same? Льет, как из ведра. So, let's read the poem and guess the theme of our lesson. Идиомы – это фразы, смысл которых между строк. Вы поймете это сразу, если варит котелок. So, today we are going to learn about idioms. But what idioms? What do we cook? Yes, food. So, the theme of our lesson is food idioms. And by the end of the lesson, you will be able to learn the food idioms and use them in your speech. So, open your books on page 91, exercise 1a. You can see dictionary entries there. So, you should differentiate the idiom and saying. Let's read. Idiom is a group of words that have a different meaning when used together from the one they have or when they used separately. And saying is a sentence that people often say and that gives advice or information about human life and experience. So, idiom is a group of words and saying is a sentence. And now, exercise 1b, page 91. Tell me, what is it? An idiom or a saying? Too many cooks spoil the broths. У семи рых нянек дитя без глаза. What is it? Yes, it's a saying? Because it's a sentence. Next. Crying over spilled milk. Что упало, то пропало. What is it? It's an idiom. Because it's a group of words. As cool as a cucumber. Спокойный как удар. What is it? It's an idiom. Because it's a group of words. A couch potato. Лежебока. What is it? It's an idiom. Because it's a group of words. Let's learn more idioms about food. A piece of cake. Что-то простое. A hot potato. Острый вопрос. Тема. Bread and butter. Хлеб насущный. Sell like hot cakes. Продавать очень быстро. A bad egg. Нечестный, плохой человек. A good egg. Хороший, честный человек. My cup of tea. Это моё. Not my cup of tea. Это не моё. Full of beans. Энергичный. Eat someone's words. Взять свои слова обратно. Have a finger in every pie. Лезть во все дела. Top banana. Хозяин положения. And as you know, practice makes perfect. So, let's translate the idioms and things. So, the first is full of beans. Энергичный. Top banana. Хозяин положения. A piece of cake. Что-то простое. It's no use crying over spilled milk. Слезами горю не поможешь. As you remember, it's a saying. Because it's a sentence. As cool as a cucumber. Спокойный как уда. A coach potato. Леже бока. Right you are. And now, let's do the exercise. You should choose the right word. I'm sorry that you broke your bicycle. But it's no use crying over spilled milk. Milk. Мне очень жаль, что вы сломали ваш велосипед. Но слезами горю не поможешь. Opera isn't exactly my cup of tea. Opera – это не мое. After the sleep, I was again full of beans. После сна я был опять полон энергии. During the fire, the homeowner was cool, as cool as a cucumber. Во время пожара хозяин дома был спокоен, как удав. She is a real coach potato. She is fond of lying on the sofa watching TV. Она настоящая лежебока. Она любит лежать на диване и смотреть телевизор. John is a top banana. He is the best in the company. John – хозяин положения. Он лучший в компании. And now, next task. Complete the sentences with an idiom or use the proverb. My aunt is today. She must be excited about something. Моя тетя сегодня, она должна быть восхищена по поводу чего-то. Jake was when his canoe turned over in the river. Jake был, когда его каное перевернулось в реке. What a brave man. Какой храбрый человек. My roommate is such. Мой сосед по комнате. Такой. Last weekend, he watched television for 14 hours straight. На прошлой неделе он смотрел телевизор 14 часов подряд. There is no use. And we should not worry about what happened in the past. Слезами горе не поможешь. И мы не должны беспокоиться о том, что произошло в прошлом. There were four people trying to fix the broken air conditioner. But... And there were too many people to do a good job. Четыре человека пытались поремонтировать сломанный кондиционер, но... И слишком людей... Это слишком много людей, чтобы сделать хорошую работу. So, let's check. 1. Full of beans. Energicный. 2. As куле as a cucumber. 3. A coach potato. 4. Crying over spilled milk. 5. Too many cooks spoil the broth. Thank you. And now, please, let's remember what have we learned at our lesson. Yes, we have learned food idioms. And your home assignment will be to learn the difference between an idiom and a saying, to learn food idioms, and to do the quiz in exercise 3 on page 91 in your student's book. And find out how many idioms and sayings about food you know. Thank you for attention. Good luck! Здравствуйте, дорогие семиклассники! И мы с вами продолжаем заниматься вашей любимой геометрией. Тема сегодняшнего нашего урока – расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Итак, представьте себе такую картину. Наступило лето, и вы приехали в гости к бабушке в деревню. Вот домик бабушки нарисуем. И вам нужно дойти до речки, которая протекает неподалеку. Как вы к ней пойдете? Ну, конечно, любой здравомыслящий человек скажет, я пойду от домика по прямой. В геометрии этот путь по прямой называется по перпендикуляру. Итак, чтобы дойти от точки до прямой, кратчайшее расстояние – это будет длина перпендикуляра, проведенного из данной точки к данной прямой. Итак, расстояние от точки до прямой – это длина перпендикуляра, проведенного из данной точки к данной прямой. Но это не единственный путь к речке К речке мы можем дойти и вот по этой тропинке, и по этой тропинке И таких тропинок будет бесконечное множество Все эти условные тропинки, отрезки, называются наклонными Любой отрезок, соединяющий данную точку с данной прямой, не являющийся перпендикуляром, называется наклонной И наклонных, в отличие от перпендикуляра, бесконечное множество И всех их объединяет одно общее свойство Любая наклонная всегда больше перпендикуляра, проведенного из этой же точки Как это доказать? Давайте обозначим домик бабушки буквой А Основание перпендикуляра буквой H и основание наклонной буквой B И мы с вами получим прямоугольный треугольник В котором наша наклонная будет являться гипотенузой, а перпендикуляр будет являться катетом И как мы уже с вами знаем, в прямоугольном треугольнике гипотенуза всегда больше катета Давайте с вами рассмотрим еще одну задачу Предположим, вам нужно найти расстояние между двумя параллельными дорогами Дорога А и дорога Б Как вы это будете делать? Конечно же, вы выйдете на одну из дорог Встанете вот здесь вот И пойдете по перпендикуляру к второй дороге Итак, расстояние между параллельными прямыми Это будет длина перпендикуляра, проведенного из точки, лежащей на одной прямой, к второй прямой И чтобы нам его найти, нам нужно выбрать точку, лежащую на одной прямой Провести перпендикуляр и найти его длину Давайте с вами решим несколько задач на закрепление данной темы Задачи я брала из учебника от Анасян, 7-9 класс геометрии, номер 271 Из точки к прямой проведены перпендикуляры наклонные, сумма длин которых равна 17 см А разность длины равна 1 см Найдите расстояние от точки до прямой Сделаем чертеж У нас есть прямая и есть прямая А точка Из этой точки опущен перпендикуляр АН И проведена наклонная АБ Давайте запишем данную Да ну Прямая А и точка А АН это у нас перпендикуляр АБ это наклонная Нам сказано, что сумма длин наклонной и перпендикуляра АН плюс АБ равна 17 см А разность их длин равна 1 см А как же нам найти разность? Конечно же, нам нужно от большего отнять меньшее Мы только что с вами проговорили, что любая наклонная больше перпендикуляра, проведенного из этой же точки И поэтому разность Мы найдем от АБ, отнимем АН И получим 1 см Что означает эта фраза? То есть наша наклонная на 1 см больше нашего перпендикуляра Решение Найти Итак, нам нужно найти расстояние от точки до прямой Так и запишем Расстояние От точки А до прямой А Решение Итак, давайте определим Где же будет наше искомое расстояние Только что мы с вами проговорили, что длина перпендикуляра, опущенного из точки напрямую Это и есть расстояние от точки до прямой А у нас уже этот перпендикуляр проведен Итак, АН перпендикулярен к прямой А А следовательно, наш отрезок АН и будет искомое расстояние Рассмотрим с вами треугольник АН В этом треугольнике нам неизвестна ни одна из сторон Поэтому решать эту задачу проще с помощью уравнения Итак, обозначим меньший отрезок за х Пусть АН равно х см Только что мы с вами проговорили, что наклонная длиннее на 1 см Поэтому длина наклонная АБ будет равна х плюс 1 см Мы с вами знаем, что сумма перпендикуляра и наклонная равна 17 см Поэтому АН плюс АБ равно 17 см И мы сможем составить уравнение Х плюс х плюс 1 равно 17 Решая это уравнение, мы получим 2х равно 16 Отсюда х равен 8 8 см За х мы принимали с вами перпендикуляр И поэтому длина нашего перпендикуляра АН будет равна 8 см АН это и есть искомое расстояние Поэтому мы с легкостью можем записать ответ Итак, ответ 8 см Давайте рассмотрим следующую задачу Прямая АБ параллельна прямой СД Найдите расстояние между этими прямыми Если угол АДС равен 30 градусов А сторона АД равна 6 см Отрезок АД равен 6 см Итак, нам даны 2 параллельные прямые Прямая АБ И прямая СД Нам известно, что отрезок АД будет равен 6 см А угол АДС равен 30 градусов Нам нужно найти расстояние между этими прямыми Давайте запишем данное Итак, АБ параллельно СД Угол АДС равен 30 градусов И отрезок АД равен 6 см Найти расстояние между АБ и СД И прежде чем находить это расстояние в сантиметрах Давайте определим, что же будет являться расстоянием От точь от прямой АБ до прямой СД Вспомним наше определение Расстояние между двумя параллельными прямыми Это длина перпендикуляра, проведенного из точки, лежащей на одной прямой, к второй прямой Опустим из точки А перпендикуляр к прямой СД Пусть этот перпендикуляр будет АН Итак, АН перпендикулярен СД А следовательно, длина этого перпендикуляра и будет наше искомое расстояние Следовательно, АН Искомое расстояние И у нас мы видим прямоугольный треугольник АДН В этом прямоугольном треугольнике известна гипотенуза, равная 6 см И угол, равный 30 градусов Сразу вспоминаем наш звоночек Что катет, лежащий напротив угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы И поэтому Итак, из треугольника АДН Угол АН равен 90 градусов, мы показали, что он прямоугольный Угол Д равен 30 градусов Следовательно, катет, лежащий напротив этого угла, будет равен половине гипотенузы АН равен половине АД и равен 3 см Ну не помещается у меня уже записать ответ, запишите, ребята, пожалуйста, сами Ответ 3 см Мы с вами рассмотрели некоторые примеры задач на нахождение расстояния между точками Расстояние между точкой и прямой, расстояние между параллельными прямыми Надо Вам нужно прочитать пункт 38 из учебника Атанасян, геометрия 7-9 класс И решить задачу номер 278 До свидания Учите геометрию и не болейте Редактор субтитров А.Семкин